Евгений, добрый день. Спасибо, что пригласили в свой сад. Называется он Сад Дракона. Саду уже около 16 лет. С чего он начинался? Почему такое интересное название? Название сада пришло само. Пытались построить, ну и пытаемся, сад в китайском стиле. Сад в китайском стиле это прежде всего роскошь. То есть если Япония это лаконичность и сдержанность, Англия это любование природой, то китайский стиль это роскошь, богатство природы, много цветов, много растений, такая даже нарочитая пестрость, вычурность. Была идея замаскировать, да, несколько драконов в саду? Это не обязательно должно быть планировочно, хотя у нас есть и планировочные драконы. Это может быть скамейки, маскароны фонтанов, то есть, да, планируется всего спрятать в саду 12 драконов тоже. То есть пока еще не все на месте. Здесь вот калитка, и мы стоим на входной зоне, видим с вами два формата живых изгородей, да, про которых вы, наверное, нам сейчас расскажете. И, как ни странно, ты заходишь, и у тебя вот здесь эта стена в виде живой изгороди, и сад на входе не виден на просвет, то есть ты заходишь, и вот все вот это буйство, которое мы видим на более низких уровнях с пионами, с буйством красок, здесь вот в этой зоне это все достаточно скромно и не видно. Ну, это вот как раз вариант, когда китайская философия привнесена в планировку сада, потому что у них вход обычно в сад отгорожен в дальнейшем от сада стеной, чтобы не хвастаться буйством сада. То есть человек должен быть скромным в этой жизни. И здесь, если вы обратите внимание, геопластикой сделан такой иньянь, где-то маленький дракон, то есть как бы вот этот сад в миниатюре, это все, что вы можете видеть сквозь прозрачную калитку. Классическая живая изгородь, европейская, стриженная, и ее природный аналог, не стриженная изгородь, высаженная из нескольких видов туй. Ну и по совместительству это выставка разных сортов туи. То есть золотистая шаровидная, белокончиковая, просто шаровидная, туя Вагнера, дальше Европа Голд, Тартрек, и там Холмструб. Сумах, небольшой кусочек, на котором у нас растут в тени дома папоротники, башмачки, морозники. И в конце автостоянка, которая является тоже в плане одним из хвостиков дракона. А сама поляна, она тоже сделана неровно, чтобы подчеркнуть дорожки, середина ее насыпана выше, и такое, как мы называем, мы сделали пузико дракона, по которому и приятно пройтись. И в то же время зрительно это интереснее, чем просто ровный плоский газон, к которому все так стремятся. И мы переходим в нашу так называемую зону весны, небольшой кусочек сада перед крыльцом. Здесь высажено очень много первоцветов, потому что весной, когда сходишь с крыльца, хочется увидеть хоть какое-то количество цветов. Морозники, триллиумы, ветреницы. Здесь всего очень много. Сейчас первоцветы отцвели, и цветут шалфеи, купальницы, лилии-мортагоны. Сейчас вот уже набирают свое цветение. Когда в основной части сада, которая сейчас пылает пионами, пионы угаснут, здесь все будет покрыто цветущими лилиями. И вот зацветают ирисы. И проходя через арку жасмина и сирени, мы выходим на разлет нашей большой поляны. Это тоже такой известный парковый прием, когда вы сквозь такое закрытое пространство выходите на что-то такое яркое, свободное, светящееся. Наша большая поляна, водохранилище, небо сад дракона. Здесь, конечно, самая главная фишка сада, да, то, что открывается такой удивительный вид на водохранилище, на просторы, заимственный пейзаж. И уже взгляд сразу стремится куда-то далеко. На самом деле, лавшафтная архитектура начинается с подбора участка. То есть мы его отбирали специально. То есть моя любимая жена, когда предподборили участка, сформировала только один принцип, что я выхожу и у меня вода. Потому что все остальное, как вы видите, можно устроить. Мы когда приехали, здесь было картофельное поле до низу. Вот эта вся терраса, это все уже сделано позже, вручную. То есть дальний край террасы подсыпан на метр восемьдесят. То есть там подсыпка выше человеческого роста. Потому что такой уклон идет, что стоять было невозможно. Сюда не было завезено каких-то там огромных объемов грунта. Это все сделано грамотной вертикальной планировкой просто по месту участка. То есть там где-то выкопали, сюда насыпали. Там выкопали водоем, сюда переместили грунт. Еще одной из задач, которая легла в основу проекта, была задача не делать подпорных стенок. Потому что на таком рельефе обычно режут, ставят бетонные подпорные стенки. Участок получается весь разобран на какие-то запчасти. И здесь, если вы пройдете, все решено откосами, перепадами, небольшими подпорными стенками. Не бетонными, а может быть каменными. Тоже еще один китайский принцип создания садов – это фэншуй. Все думают, что это странная и загадочная технология. На самом деле она очень проста в своей базе. Потому что базовая технология фэншуя – это рисовые чеки. То есть древние китайцы направляли воду, чтобы она заполняла рисовые чеки. То есть это система каналов, как течет вода. Не надо, чтобы вода с вашего участка утекала в дальние водохранилища. Надо, чтобы она организовала, какие-то прудики у вас. Видите, круглая поляна, дорожка, которая не прямая от входа. Болезнь всех наших участков, особенно где не сформирован дизайн участка. Дорожка от калитки к дому. В результате мы идем и видим либо дом, либо калитку. Участка мы не видим. Когда вы поворачиваете дорожку, у вас угол зрения все время меняется. Вы начинаете видеть сад. Какие основные проектировочные решения применены именно в этой зоне? Это очередная небольшая зеленая комната. Просто в саду надо помнить, что это зеленая комната. Она не обязательно четырехугольная. Она не вообще имеет какие-то углы. У нас нет потолка, а наш пол может быть настолько неровен, насколько нам это удобно. Поэтому там у нас дорожка идет чуть выше, организуя уклон цветника. Цветнику от этого тепло, и он более солнечный. Здесь мы выравниваем площадку, чтобы была возможность по ней спокойно гулять. От соседей мы закрываемся зелеными стенами, но стены тоже объемные и разные по высоте и по цвету. Здесь у нас расположен пионовый полукруг южный, с той стороны юг, и поэтому пионы поворачиваются в сторону солнца и смотрят туда. Там проходит дорожка, и можно по ней пройти, посмотреть цветы в самом полном их блеске. А в тени пионов мы посадили теневыносливые растения, это хосты. То есть, видите, пионы поднимаются и притеняют хосты. Точно так же в тени вот этой зеленой стены, которая закрывает нас от соседей, сидят теневыносливые хосты, морозники. Таким образом, мы на этой яркой солнечной полянке, у нас есть и солнцелюбивые цветы, растения, и в то же время теневыносливые растения, которым нужна тень для того, чтобы они хорошо развивались. И нижнюю часть сада закрывает небольшая роща, которая вся высажена. Многие, кто к нам приезжают, думают, что она сформировалась естественным образом. Нет, это все эти деревья посажены, привезены в какой-то момент в багажнике легкового автомобиля. Просто они уже подросли и по проекту там сидят. Здесь элементы дракона, спрятанного в отмостке, и даже гребни на стенах. Сад – это ваша некая игра в вашу новую реальность, которую вы сами для себя создаете. То есть, когда люди говорят, что в саду главная идея, они в какой-то мере правы, но здесь даже идея имеется в виду не в том, чтобы сказали, что сад – драконы, обязательно в плане должен быть дракон. Идея, она может носиться в воздухе, это некие правила, по которым этот сад создается. В европейской культуре правильным деревом считается абсолютно ровное, симметричное, с симметричной формой кроны. Все косое и кривое считается браком. В восточной скульптуре, наоборот, считается, что дерево должно быть максимально естественное, поэтому это все так… У них, наоборот, самое правильное дерево – максимально извилистое, кривое. Соответственно, идет подбор растений в сад, то есть подбираются какие-то необычные виды. Вот, например, амурская сирень, конечно же. Да, она еще не зацвела. Да, в сад, манжурский орех. Красавец. Одно из фишек вашего сада – это являются пионы травянистые, да? Сколько у вас сортов и видов всего? Ну, у нас по меркам коллекционеров мало, у нас всего 200 сортов пионов. Ну, не прибедняйтесь, прям мало. Да, на самом деле у нас сад хост, у нас больше 300 сортов хосты, то есть, да, в полтора раза больше, чем пионов. А так у нас в саду около 3000 таксонов, ну, это видов и сортов разных растений, и хвойные, и лиственные. Все реально частный ботанический сад, можно сказать, да? А если говорить, в общем, про ассортимент, да, вот в данной зоне, что представлено, я понимаю, много здесь дневосточной флоры, вот мы уже сказали про сирень Трискун, что еще, какие еще представители, чем можете похвастаться? У нас около 40 сортов сирени, причем не просто обычной сирени обыкновенной, которую все знают, но у нас есть и джозефлекса, и сирени Престона, и венгерской сирени, и амурская сирень. У нас вообще сад, он задумывался изначально, когда мы переехали за город, говорит, что это будет некая наша такая опытная база для работы с заказчиками по озеленению. Потому что сейчас идет очень много сортов, очень много растений, новых абсолютно на рынке, а, к сожалению, никто не может сказать, как они будут себя вести в перспективе. То есть, скажем, многие там карликовые, казалось бы, в сортах хвойных, которые продаются по факту, они там за 5-10 лет вырастают в огромные деревья и становятся похожи... Да, в то же время какие-то там другие не растут. Также у вас очень много видов и сортов хвойных, да? Это что у вас? Цуга? Это цуга, интересный сорт, он крайне медленно растущий. Если вы обратите внимание, вот прирост ее достигает всего одного сантиметра. Все знают, что в малых садах растения очень быстро перерастают, их объемы. Ну, вот здесь вот максимально короткий рост, который может быть у хвойных, вот буквально сантиметровые приросты. Непонятно, что такая цуга в саду, она будет несколько десятилетий радовать и вас, и ваших детей, может быть, даже и внуков. В то же время как вот обычный цуга, он, видите, уже сравнимо с высотой дома. Спускаемся вниз на еще один уровень нашего участка, к островой площадке, к водоему, и перепад рельефа оформлен крылом дракона, такими расширяющимися террасами, обрамленными камнями. И здесь начало скамейки дракон, продолжение которой будет из дерева. Правильно я понимаю, что проект сада – это не только ваша личная задумка, но в том числе и здесь принимал участие ваш друг? Да, проект сада выполнил по, то есть для нас его сделал известный российский ландшафтный архитектор Сергей Георгиевич Ниц. Он много раз становился ландшафтным архитектором года по версии ландшафтной ассоциации, национальной премии. Сейчас он, по-моему, даже в какие-то моменты участвует в качестве члена жюри. Мы с ним вместе учились в институте, просто он больше ушел в проектирование, а я именно занимался строительством садов. Есть идея сада, а есть проект сада. Идея сада может сформулировать практически любой человек. Задача ландшафтного архитектора – грамотно и красиво воплотить ее в жизнь. Здесь заканчивается дизайнерская часть сада, и начинается нижний сад, который мы планировали как небольшой питомник или коллекцию хаотично высаженных растений. Потому что мы от своей изначальной идеи – сад как некий полигон для растений – мы ушли в коллекционерство. Ну и в самом низу располагается небольшая речка, которая впадает в водохранилище, и там кончается наш участок. Площадка для отдыха в рабочий полдень. Здесь удачно вписана небольшая терраса в виде подиума, где можно остановиться и отдохнуть, потому что уклон очень большой. Ваша жена Анна поделилась, что это ее любимое место отдыха, когда она здесь ходит между цветами, потому что долго на таком склоне находиться тяжело. На самом деле сад требует многих мест отдыха. И если какой-то уголок сада лишен какого-то элемента притяжения, хотя бы площадки небольшой, посидеть или что-то сделать, в эту часть сада никто и не ходит. Ну, тут цветник из пионов, многолетников, сирени. И вот такая вот штукенция, которая здесь представлена. Это ремурос гималайский. Все знают обычный африканский ремурос. Но вот есть и такой. Здесь еще хорошо, на его примере можно показать, что луковичные многолетники зачастую могут выполнять роль не то что куста, а небольшого деревца. То есть, да, вот мы стоим выше него примерно сантиметров на 80, и он вровень с нашими головами. То есть он больше двух метров. И он еще там пойдет, я понимаю. Это будет не единственная стрела, да? Да, но это пока единственная луковица. Он как бы, как мы пробуем. Третий год у нас растет, пережил зимы. Не накрывает? Минус нету 27 градусов. Мне очень нравится, что в том месте, где он зацветает, почему-то происходит такое некое сужение вот этого стебля, а потом он расширяется. Он так цветет снизу, вот так вот поднимается наверх. Думаю, что если снять таймлапс длиной там в несколько дней, будет видно, как он так потихонечку бежит по нему. Клевый прям. Цветение. Необычный. Сейчас мы находимся практически в самой нижней зоне. Перед нами еще, правда, там ручей и еще несколько цветников. Мы видим вот тот самый перепад. Да, здесь еще остаются метра 4 вниз до речки. На переднем плане еще один уникальный многолетник. Это Мискантус Голиаф, который когда поднимется... Китайский, да, с колоссиями закроют. Да, 2 метра высотой. В нем можно прятаться взрослому человеку. Очень интересно распределение по климату. Когда светит солнце, здесь самое теплое место сада. Но когда солнце уходит, и зимой у нас очень ярко выражена вот эта высотная поясность. То есть тут холоднее на 2-3 градуса, чем наверху. Даже вишни, они здесь не цветут, а наверху цветут, потому что у них цветочные почки здесь зимой вымерзают. Евгений, спасибо за эту интересную экскурсию. Очень необычный сад. Настолько большой перепад. И вот эти террасы, правильное совершенно зонирование, ощущение, что ты каждый раз попадаешь действительно в какую-то новую комнату за каждым поворотом, не знаешь, что тебя ожидает. Ну и вот это вот буйство красок, пионов. Спасибо, что приехали. Друзья, подписывайтесь на наш канал, создавайте сады вместе с нами.